Уважаемые председатели Си Цзиньпинь, дамы и господа, дорогие друзья, искренне рад приветствовать китайских друзей в столице России, в Москве. Ровно три года назад мы с нашим другом, господином Си Цзиньпинем, в этом же зале открывали год китайского языка в России, а сегодня официально стартует год китайского туризма в России. За последние годы российско-китайские связи приобрели характер всеобъемлющего и действительно стратегического партнёрства. Особое место в этом контексте занимают наши гуманитарные связи. Они сближают народы, укрепляют доверие между ними, формируют широкую гражданскую и общественную основу межгосударственных отношений. Нами успешно реализованы такие масштабные проекты, как «Национальные годы России и Китая», «Год русского языка» и «Китайского языков». Проведены сотни ярких, запоминающихся мероприятий, вызвавших живой отклик граждан наших стран. Многие из совместных начинаний обрели постоянно действующий формат. Регулярными стали студенческие фестивали, конкурсы на лучшие знания китайского и русского языков, форумы ректоров, вузов, кинонедели, молодёжные и спортивные игры. Подчеркну, что год российского туризма в Китае прошёл весьма успешно. Почти на 50% выросло количество наших туристов в Китае. А гости из Китая стали вторыми по численности среди граждан иностранных государств, посетивших Россию. Кстати, если сравнить… Да, на первом месте у нас Федеративная республика Германия, но если сравнить численность населения в Германии и в Китае, то ясно, что у нас в туристическом обмене с Китаем ещё очень большие перспективы. Убеждён, что популярность нашей страны у граждан КНР будет расти и дальше. Для российских туристов китайское направление также одно из самых привлекательных. Китай – страна с многовековой историей, богатейшей культурой, философией. Это уникальные памятники, изысканная кухня и древнее искусство врачевания. Но это в то же время и бурно развивающиеся, отвечающие самым современным требованиям туристические и курортные центры. В 2012 году в Китае побывали 1,3 миллиона российских туристов. Китай стал третьей страной по посещаемости нашими гражданами. И здесь у нас тоже большие резервы. Нет сомнений, что мероприятия года китайского туризма будут красочными и интересными, расширят географию взаимных туристических поездок, будут способствовать большему знанию наших граждан друг от друга и будут укреплять наши особые стратегические отношения. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ